всем привет дорогие друзья с вами роман канал mobile review у нас сегодня впечатление от устройства это viva v23 не обзор повторяю это поверхностный такой взгляд основаны именно впечатление хотите полную версию покупайте смс и так далее заходите на сайт mobile review точка ком и там все у viva v23 вот прям прям по пикселям все рассмотрел ну а здесь мое впечатление значит очень странный аппарат который я не понял вообще не понял что это было то есть я встретил по одежке пришлось провожать непонятно почему и так сейчас он стоит официально зашел на сайт сейчас такое время не пойми как с ценой значит 41 тысяча рублей за версию 8 на 128 в принципе наверно в нынешней обстановке этой окей но я писал там две-три недели назад обзоры и конечно какая-то цена ну просто нереально огромная не понял чуть такой вот смотрите здесь 64 дюйма амулет экран а значит 90 герц поддержка это mediatek 920 6 нанометров 8 на 128 это память 5g есть поддержка значит камера 6482 и фронталка 8 мегапикселей и 50 мегапикселей батарейка 4200 миллиампер быстрая зарядка 44 ватта два цвета и вот соответственно цена от 41 тысячи рублей почему я не понял это устройство потому что здесь знаете как каждый пункт он какой-то фэйспаум какой-то я так и закрывал глаза думал вот такое может можно вообще делать вот такая вот коробочка красивенькая да сзади характеристики в комплекте у вас гарнитура значит проводная бампер ну или чехол там сетевой адаптер и кабель и переходничок с тайп си на 35 миллиметров то есть гарнитуру положились проводную ну и соответственно для нее нужен переходник едем дальше про дизайн из прикольных вещей это фотохромное стекло так то в принципе вот приколюха буквально на один раз вот вы видите что он переливается в зависимости от цвета там разные оттенки но не в этом прикол когда вы его кладете на солнышком и допустим сверху что-то накладываете ну не знаю там руку можете вот так положить или вырезаете звездочку из бумажечки то значит под этой звездочкой цвет меняется то есть вот так вы на свет смотрите он желтенький раз и звездочка зелененькая здесь но она буквально пропадает там через через минуту через две и вот такой весе прикол сам по себе самому по себе устройство она выполнена в стиле iphone 12 или там 13 то есть это у нас металлические грани очень похожее оформление сам по себе телефон очень тоненький юсб си красиво выполнен все ровненько чистенько с фронтальной стороны вот здесь вот вырез как в айфонах то есть такой вот именно вырез такой вот не за какой-то буквой короче говоря челка челка здесь присутствует ощущение абсолютно как от айфона потому что металл сзади стекло которое такое сатинированное очень приятная на ощупь ну и скажу по характеристикам значит 180 граммов 73 миллиметра то есть вот такая вот маленькая толщина а по батарейке 4 200 ну собственно поэтому и 4 200 в принципе можно пользоваться но опять вот это вот история что грани врезаются в руку они значит вот эти самые грани постоянно заляпываются чем-то то есть от пальцев от рук ну и так далее и так далее поэтому эргономика немножечко страдает в минус эргономики и в опыт использования я не понимаю 41000 рублей этот телефон стоит и здесь используется очень примитивная вибрация как на устройствах за 10000 рублей то есть она такая медленная так как вы нажимаете и вот так вот когда набираете текст а когда быстро набираете получается даже не успевает ужасная вибрация и из-за этой вибрации впечатление от устройства сильно портится был тут тактик энджи я прям боготворил этот телефон закрыл глаза бы на многие его косяки и в общем там радовался бы но из-за вибрации вы можно ее отключить но знаете как то все равно вы ее ощущаете в каких-либо программах при допустим при прихождении каких-то сообщений ну и так далее и так далее там когда у вас звонок ну и прочее о это вот любимый android я не понимаю почему вот эта тупая история с android когда ты включаешь аппарат который долго лежал и поперла причем я звук вообще вырубил а он мне его включил ну ладно и поперли сообщение которое я уже читал почему так не понимаю значит что дальше мы имеем а мы имеем здесь дисплей amoled и при этом здесь всего лишь 90 герц как-то очень странно 41000 почти все аппараты уже по 120 герц а здесь вот такая история яркость 640 кандел на метр квадратный почему а молит матрица и такая низкая яркость это очень странно здесь дичайший шим просто дичайший шим там начинаешь от 50 и выше и все и полетели в космос 60 процентов коэффициент пульсации после 50 процентов яркости но в общем эта история меня не не удовлетворила но сам по себе дисплей мне нравится он такой чистенький цвета прямо такие вот прям насыщенные вот как глянец какой-то смотрите то есть сам по себе экран хороший но блин 90 герц но елки-палки шим дичайший просто поэтому тоже как это а урезанное урезанный а вот режима от который может добавить там по моему четыре приложения всего лишь но я такой тупо ну ладно телефон сообщение мессенджер там и телеграмма его и все его и больше ничего не могу добавить с точки зрения времени работы 4200 миллиампер батарейка ну понятное дело время работы такой себе максимум что я выжимал это четыре с половиной часа свечения экрана и ну и на этом все а вот сжирает где-то 12 процентов за сутки она или скорее не за сутки а вот за световой день поэтому не очень батарейка заряжается при помощи fast charge на 44 ватта за 50 минут это хорошо ну тут хотя бы нормой есть 5g ну тут непонятно хорошо неплохо лтв лтв вайфай звонки со связью было все отлично никаких проблем что касается камер камер тут дофига и соответственно получается такая история 50 мегапикселей это у нас фронталка причем фронталка она такая хитрая здесь есть специальное свечение вы можете включить вот прожектор вот так это на свете да вот и подсвечивает вас фронталка здесь на уровне просто обычной камеры ну как сказать обычный ну вот то есть как будто вы на основную камеру фотографируйте то есть это очень круто она без стабилизации есть еще 8 мегапикселей она широкоугольная то есть то кропик такое небольшое это широкоугольная у вас съемка идет здесь есть основная камера на 64 мегапикселя есть дополнительная 8 на ширик и 2 макро блин 41 тысяча рублей 2 мегапикселя макро ну зачем позориться у вас такой офигенный аппарат ну как бы вот в целом позиционировали из эти 2 мегапикселя туда зачем-то пихаются вы не понимаю и меня это как-то немножечко раздражает дальше камера едем основной модуль без стабилизации видео подвержена сильной шевелёнка я действительно так более того основной модуль не поддерживать 4к 60 кадров только 30 кадров в секунду ночью ролики до ночью действительно снимает аппарат ну прямо фиговато как-то как я не знаю как вот вае 33 с вот который у меня был селфи видео 4к 30 кадров в секунду это тоже странно потому что можно было сделать 60 у вас там 50 мегапиксельный модуль вас там хороший процессор почему только 30 кадров непонятно запись на ширик идет только в full hd 30 кадров что два модуля 50 этот который на 8 настройка аппарата дофига в целом могу так сказать что фотографии получаются хорошими но вот ширик он простой фронталка 50 мегапиксельная классная но я вот потом пробовал другие аппараты где нет там 50 мегапиксель но она все равно лучше снимать чем даже этот аппарат есть этот супер подсветка с двух сторон плюс заливается белым цветом и тогда ну так подсветка хорош получается ночью в целом ну не могу сказать что это какой-то особенный камера фон железо 8 на 128 скорость здесь я прям прифигел 7000 мегабайт в секунду оперативная память скорость это никакая скорость это бюджетный аппарат за 10 тысяч рублей встроенная память 800 на почти 400 скорость это это нормально в качестве процесс использована mediatek 920 и он был представлен в августе 21 года нормальный процессор 6 нанометров почти аппарат не греется потому что 6 нанометров в antutu выбирает почти 500 тысяч баллов тротлинга здесь нет идут игрушки без проблем и все хорошо но почему-то телефон тормозной он периодически тормозит какие-то лаги всплывают мне кажется что дело в прошивке и плюс знаете вот эта вибрация еще по тебе тут какая-то корявая такая плюс 90 герц и ты вот подходишь к такому выводу что типа ну классный телефон внешне но вот реализация многих пунктов она какая-то вот прямо ущербная к сожалению и ну вот если вот он продавался бы за 30 я бы сказал бы ну и ладно 30000 а так 41 тысяча рублей тем более я обозревал это месяц назад и там три недели назад вот и в тот момент ну на тот момент можно все что угодно купить да вот я писал редми ноут 10 про реалми джетт нео 2 xiaomi 11 t samsung galaxy s 20 фе короче там много гаджетов которые намного круче например тот же самый samsung у него экран 120 герц стекло кортик глаз 3 камера на 12 батарейка 4 500 ip68 защита тот же самый джетт нео да он всего 37000 стоит ну по крайней мере его на момент обзора 120 герц экран камер 64 батарейка 5000 миллиампер зарядка 65 ватт ну и так далее и так далее поэтому вот тут история непонятная думал что сейчас заглянул и вместо 41 тысяч я получу ну допустим на примере как его этот стресс который подешевел на 4000 я получу допустим не 41 а допустим до 35 и тогда скажу вот ну и ладно за 35 ну за 41 непонятно я надеюсь что цены все-таки не будут повышаться у вива потому что но сейчас вот сейчас еще 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 нормально до держаться можно поэтому в целом аппарат очень странный я думаю что его пофиксит прошивками и может быть что-то исправится но из-за вот этой корявой вибрации конечно ну все впечатление портится вот такая вот история всем большое спасибо пока